I have ways of blowing things up Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами опять с расхитительницей Тумбачек, которая хочет что-то подобрать. Окей, я не против, давай подберем. Всё, я более-менее понял, нам туда. Окей. Скажу вам честно, довольно давненько я не... А, вот, да-да-да, это японский грузовик, я вспомнил теперь, у меня флэшбэки японские, не вьетамские, а японские. Я довольно давненько не играл уже, не заходил, у меня был небольшой перерыв по делам. Вы этого, наверное, не заметили. Китайская бронзовая монета. Обращение в Японии где-то в середине 19 века. Ну, да, учитывая то, как мы... Ну, мы знаем, как выглядят йены. Кстати, йена, если вы вдруг не знали, это уникальная валюта. Так, секунду, ребятки. Ладно, ребятки, мы вроде поднастроились немножечко, я всё-таки... Хм... Приходится ещё повозиться со звуком. Посмотреть, что да как... Мы вроде как в прошлый раз прокачались. Так вот, в чём я говорил, что мы-то все знаем, как выглядит йена, и йена уникальная валюта тем, что у неё нет так называемых копеек. То есть, есть... Не, а там ничего, правда. Не так, как у нас там, например, гривны, копейки, или там рубли, копейки, доллары, центы и всякое такое. Нет. У них просто вот... Одна копейка это одна йена. Там, например, 10 копеек это 10 йен. 100 копеек, то есть это 100 йен. Ну, это довольно уникально. Это, по-моему, единственная валюта в мире такая. По крайней мере, ты успел попить. Неплохо, немножечко похетшотили. Вон, вижу ещё одного перца. То есть, вам всем пофиг, да? Вы друг друга не видите, не слышите. У вас всё хорошо с этим. Хорошо. Меня это устраивает. А могу ли я... Могу. Зато там... Там кто-то есть ещё, да? Теперь, по крайней мере, мы знаем. А где? Ну, кто-то это гавкнул. Знаешь... Ой, это японцы. Мы так громко чавкаем ногами. Бутылки. Я думаю, что их можно обрушить, и они зазвенят и выдадут нос. Стрел максимум, и запчасти мы подобрали. Давайте, наверное... Не знаю, стоит ли тут ходить уже с пистолетом. Тут везде мёртвые японцы, или это американцы, мёртвые японцы, что американцы мы воевали. Так что кто из них здесь... Что сейчас... Ха-ха-ха! Помогите! Теперь ты умирай! Ты умирай! Эх, как много есть? Только один из новой рейки. Те они побежали. Ты можешь идти по нормальному, нет? Знаете, в общем, ребятки, я японская бронзовая монета, периода Эду, монета отнесла на конце 17 века, от Чиканина, могла попасть сюда из любого корабля на острове. Ну, в принципе, да. Археолог сюда остаётся археологом. Убивать людей? Ээээ, смотрите, какая монетка. Не застревай, пожалуйста. И вы этого всего не слышали, да? Ну, молодцы. Там ещё один? Или сколько? Я буду стрелять! Нормально так. Так, рэкдол у них нормальный, они складываются. Я уже немножечко подзабыл, как тут прыгать, как тут что делать, буду сейчас вспоминать всё заново. Нормальные, какие-то какого-то координата, но кто-то должен быть нашел. Стоп, а куда мне тогда? А, мне сюда, всё, я понял. Я думал, мне туда, поэтому я случайно нашёл этот тайник. Это панка, в Северной войне, вероятно, в Японии. Нет, вот... Ну, в смысле, у тебя полные патроны? Ну, ты нормальная. Возьми ещё, патронов много не бывает. Ну, так радует вот эти вот цветные надписи, такие радостные, радужные. Тут грязь, говно, всё дела. И такие зелёненькие, розовенькие, зелёненькие, такие бирюзовенькие надписи. Я эту штуку сломал, если ещё. Ну, ладно, допустим. Пойдём. О, загружено топливом. О, они всех перебьют! О, ну, типа, окей, минус три. О, тут тайничок есть. И что? А что я получил? Что я получил? Получил? Что, что, что? Очень приятно, что этот индикатор вообще ни разу не видно, когда его нужно открывать. Ладно, пофиг. Так, окей, тут тоже был какой-то тайник. В туалет не надо, пока нормальные унитазы есть. Там дальше может уже и не быть. И поосторожнее тут топлива, вы мне намекали, чтобы я её взорвал к чертям. Но в ком-то веке получилось по-тихому, так что ладно. Тут что, ничего, что ли? Ну, ладно. Нет, ребят, вы не поймите. Механики здесь довольно... Довольно нормальные, я бы сказал. То есть, это не отвратительно, пока что. Всё, что меня здесь напрягает, это вот сценарий, так скажем. Сюжет, сценарий, всё, что с этим связано. Оно всё очень дикенькое. Ну, такое, ладно. Я же говорю, что если относиться к игре как к трешаку, то, в принципе, никаких проблем нету. И всё нормально. То есть, тот случай, когда... Куда прицелиться? Зачем? Зачем ты хочешь, чтобы я прицелился? О, фонари можно кидать вот эти, прикольно. Двери, которые не двери. А-а-а. Фу-ты, блин, я мышку клацаю. Опять правильные лакурсы? Это хорошо. О, винтовка, чувака, дай мне винтовку. Ну, так нам же сюда. Так, теперь надо взять этот фонарик. Вот, всё, для этого они здесь. А-а-а, звездец. Хе-хе-хе-хе. Ты живой, не? Иди, я тебе помогу. О, винтовка же сказала, дай это. А, это ещё и автомат. КП-шка, что ли? Да, на вид как КП-шка. Сюда не. Счёт такая злая, короче, взяла. Убила человека зверским способом. Гори в аду. Тайник, горная база. Жестокая ларочка у нас. Кстати, да, ребятки, то, что я вам говорил, что у нас будет автомат или что-то такое. Да, 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 помолчи. Погодные условия крайне благополучны. Наши потери из-за штормов для два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведён узел связи на берегу. Начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установлении причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдёт много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Это, видимо, япошки писали. Теперь скажи мне, пожалуйста, у пистолета... Блин, почему четыре? Ладно. Тут на цифры тоже это работает, ладно. Не обязательно использовать это жуткое радиальное меню. Но ППшка у нас использует те же патроны, что и пистолет, если что. Ну, это логично. И тут же... Блин, она бесполезная, да? Или не те же патроны? Нет, не те же патроны. Просто они поленились нарисовать другую иконочку, другой значок. А патроны не те же, патроны другие. Но модификация доступна, спасибо. Вас я всех полутаю, тоже спасибо. Так, теперь ее можно перезарядить. 62. Короче, да, ППшка использует не те же патроны. Они просто поленились изменить иконочку всяк. Такое комната с картой, что? Найден новый лагерь. Блин, а вы знаете, вот все оно такое картонненькое. Вот смотрите, опа. Опа. Вот, ну то есть бочки, телевизоры, тяжелые предметы. А сдвигаются, буквально на них там плюнешь, и они уже улетают. Ну, не знаю. Отец Матиас освободит нас. Боти из демонов. И шторм. Кстати, бочка, которую можно было рвануть. С особым зверством добиваем. Влори Киллс. Как в думе. Зачем патроны тратить на такое? Ты же понимаешь, что ты не в ту сторону? Тянешь, ладно. Физика? Не, не слышал. Главное за что-то дернуть, да? Ну, то есть, блин, что оно делает? За что оно отвечает? Там, прикиньте, начат процесс самоуничтожения. Покиньте остров и... Ну, короче, ладно. Да. Комсулы на рак. Да. Ну, если ты видишь радио шагу. Да. Ты должен быть в порядке, через панели. Да. Хорошо. Это достаточно простой. Да, ну, ну... Ты должен быть в первую очередь. На этих старых панели, они установили панели. Сверху. Я имею в виду, очень высоко. Сверху снова. Отлично. Да, да, да. И так я остался один. Остальных больше нет. А ну и к лучшему. Я наблюдался скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависали над самой водой, как карающая длань, тянущаяся котенок и обреченный на гибель лодки. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий. И так же внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, что все это не было случайно. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове. Пока не знаю. Если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за делом. Браться и разобраться. Да, 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 каламбурим. И так, потрошки. Ага. Блин, вот лапает все подряд. Рычаги, трубы, пофиг. Ой, мы тут сваримся? Круто. Если эта труба горячая, почему труба за тебя не будет горячей? Ох, хорошо, ожоги третьей степени. Привет. Эта труба лучше заработает после всего этого. Конечно, садушка заработает. Этим сооружением тут, не знаю, сколько лет. 50-60. Они заброшены со времен войны. Естественно, она заработает. Ну, блин. Вы чё? Как можно в такое не верить? А, так. Кстати, да, мы же на пистолету белом откачнули. Я так вспомнил об этом. Крестности базы. Или даже газе базы. Костерочек. Навыки можно качнуть. Так, нашу. А, у нас появилась третья. Стойкость. Пропустить чуть больше ударов, чем раньше. И отомстить обидчику. Как это? Грязная борьба. Ненадолго уйдить противника из стройки. Кидай в них камни и землю. Ха-ха. Так, это получается отсюда. Это, следовательно... Так, с уклонением. После ворота от атаки воткните стрелу противнику в колено, чтобы он потерял равновесие и открылся для удара. Уа. Не знаю, ребят. Так. Что у нас тут есть? Вы можете дольше удерживать лук натянутым. Не знаю, насколько это нужно. Тяжеловес. Но правильно распределять нагрузку. Можете носить еще больше припасов. Хочу вот это. А? Стоп. А почему я не могу? Это... Это... А, ну... Это все закрыто для меня. То есть, получается, я могу качнуть только вот это. Спасибо, спасибо. Здесь. Вы настолько преуспели в освежение. Тушь? Какие туши, нафиг? Поиск запчастей. Тщательно осматривайте ящики в поисках запчастей. Вот это мне надо. Кстати, искусство выживания. Получайте больше опыта за... Рассилка животных. Тайники с пищей. Кстати, это интересно. Давайте, наверное, запчасти. Да. Вот. Потому что это мне понадобится. Такие умения, чем раньше их качаешь, тем потом проще будет житься в этом мире. Потому что... У нас автомат появился. Автомет. И 286 деталей. Что нам нужно на пистолет? На пистолет нам нужно 250. Дульный тормоз повышает точность. И ударник. И... А, это у нас есть. Это... Нет, стоп. Вот этого. 450. Автоспуск. Стрельба в новом режиме. Очередями. Нет, не хочу. Отдача уменьшается. Хорошо. Что нам на автомат предлагают? Просто посмотреть. Увелмаг. На 50 патронов больше. Кстати, это да. Приклад. Рифленый приклад и рукоятка. Помогает стабилизировать оружие при стрельбе. Потому что он стрелит как говно. Согласен. Двойной магаз. Скрепленный скотчем увеличивает скорость перезарядки. Скрепленный скотчем. Вот, короче, у тебя 300 деталей уходит просто на скотч, да? Класс. Обожаю это. Экстрактор. Шлифовка экстрактора повышает скорострельность оружия. Ну, он и так... Короче, нужно увелмаг. Опять же. Давайте кидаем сюда увелмаг. Главное, тоже не переспросили. Надо тебе, то не надо. Просто нажал, хорошо, все, теперь ты, у тебя есть. Так. Ха-ха-ха. Тут ничего нельзя сделать. Ну, видимо, наверное, где-то как-то уже нет. Ты что-то совсем тупая, что ли? До свидания. Дурачок. Сидел такой в укрытии. Нет, чтобы отсюда ее как-то ударить ножом или что-то. Ей же отступать некуда. Ну, не, нафиг. Какой тебе хелп нужен? Ты о чем? Ты где вообще? Голову покажи. Ладно. Ха-ха-ха. Высунься. Ну, экономить патроны я смысла просто не вижу. Пока что, по крайней мере, их много. У врагов, опять же, можно подналутать. Ты же явно понимал. Насколько это плохая идея. Ну, выстрел в голову. Ой, вижу. Как? Я не попал в голову. Я не знаю, почему они это засчитали. Ну, где ты, высунься. А, вон, вижу. Пока светится красным, нужно стрелять. Все очень просто. Все. Так, семь патрошков с тебя собрали. Ну, вот, короче. Ну, я не знаю. Давай, залезь. Экономить патроны. Пока, пока их дают, пока они сыпятся. Я просто пока что смысла не вижу. Так. Тут какая-то шкатулка. Восемь человек убили. Пофиг, тут шкатулка. Японские жетоны. Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Эпохи Эду. Ага. Ну, че? Видали, как покойнички стреляют? Продолжение! 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 Я... Я потерял ее! Она спрятая где-то. Выстрел в голову. Так. Что я упускаю? Давайте, наверное, сюда. Да, сюда же можно подняться. Точно. О, тут были бочки. Прикольно. Можно было вас бомбануть немножечко. Этого не заметил. Сюда ты никак не могешь. Ну, ладно. Значит, наверх я не попадаю. У-у-у! Красивый ушел. Они че, падают, разбиваются при этом? Не могу. Мы должны защитить таву. Продолжение. Продолжение. Большого приведите. Большого приведите? Кто такой большой? Прикольно. Они когда падают, они разбиваются моментально. Их можно просто подстреливать. Вы ждете, пока я спущусь? Я не хочу спускаться. Блин. Ну, давайте я спущусь. Да, это босс. Наверное. Мне кажется. Ну, то есть, он сказал, приведите большого парня сюда. Хорошо, фокус. Ты можешь сделать это. Так, проблема не в том, что ты мне что-то можешь сделать. А проблема в том, что я тебе ничего не могу сделать, да? Так, это... Это красный, да? Ну, давай, бей. Окей, на него это работает. А, это не босс. Это просто боздоровяк, да, у нас получается? Че это за дерзкие ответы? Да! Все еще живо. Блин, ты тут должна... Ай, ладно, я промолчу. Нажмите И, чтобы подобрать Д. Такие выпендресы у нее такие иногда, типа, да, та-та-та. Ты кто вообще такая? Чтоб так себя вести. Ты там, типа, сегодня утром в первый раз, в принципе, человека убила, а тут... Ай, ладно, я промолчу. Так. Че тут можно такого сделать? Не знаю, кстати, здоровяк... Ну, нет, здоровяк могут быть проблемы, хотя бы потому, что... Вот я вам говорил, что тут нет никаких проблем в том... А, в плане передвижения и эргономики, всякое такое. Кто-то прыгает и ползает, она крайне криво. То есть, стрелять приятно. Тут я ничего не скажу, стрелять приятно. Но... О, крысы бегут с корабля. А вот. Но уклонение, вся эта штука сделана чертовски глупо. То есть, это не до переката, и непонятно что... Не знаю. Очко навыков. Нашли. Отличный стрелок. Угу. Значит, который отдавался снайперу второго класса в армии императора Японии. Смотри, чтобы получить скрытую информацию. Хм... Я думаю, что Канжи отчет. Немного императора? Костерец. Давайте. Опять один навык у нас нарисовался. Хорошо. Так. И куда мы можем его вприткнуть? Сбор костей и свежевание туш. Не, пока что. Погодите. Давайте. Что у нас здесь доступно? У нас доступно, в принципе, только два. Есть стойкость и есть грязная борьба. Давайте, наверное, стойкость качнем сейчас. Тупо больше хпшки, да, я так понимаю? Хорошо. И у нас опять есть детальки на прокальку. Детачки на прокачку, блин. Дульный тормоз. Точность выстрела и наносимый урон. Вот. Вот это хочу, наверное. Повышает скорострельность. Вот это хочу. Дульный тормоз. Так, при этом сохраняшка происходит, нет? Я же думаю, что да. Так. Причем пистолетец у нас с вами уже довольно в неплохом состоянии. Поэтому мы можем поехать дальше. Ползаем мы очень бодренько и ловенько. Нет, ты что за... А как я должен был спрыгнуть с этой штуки, не подскажете? А как мне спуститься с нее? Вы издеваетесь нафиг? Как мне с нее спуститься? Ладно, сейчас, ребят, минутку. Не знаю. Просто сама спустилась. До этого... Я тут минуты две только что провозился. Ты просто подползаешь, и ни одна кнопка не срабатывает. Ну, вот просто так. Вот. Ну, ладно. О! Окей. Вот и пойдет. Я уж подумал, опять хорошие ракурсы будут. Ну, ладно. Так показали. Многообещающе, оптимистичненько. Ну, ладно. Молодец. Молодец. Менточку, ты идешь через все эти руины, разваливающиеся лестницы. Ты реально предполагаешь, что там что-то будет работать. Почему? У тебя есть основания так думать. Просто объясни мне. Ну, поехали. Вот это красиво. Не буду спорить, это красиво. Текстурки рук немножко не совпадают, но мы такие мелочи не будем обращать внимания. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синие? По ледяным вот этим вот ступенькам ползать в майке-то, блин, в топике. Должно быть очень тепло и хорошо. Руки уже должны отморозить. Не забудь лизнуть. Столб, он же железный. Вот как ты там заберешься, мне интересно. Сейчас мне надо будет эти кутешки тыкать, я практически уверен. Перепрыгивать и потом тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не, я на всякий случай тычу, но вроде не. Ну вот безбашенные. В плохом смысле слова не надо думать, что я сейчас сделаю комплименты этому персонажу. Аликс? Лара! Лара! Ты просто положила? Пофиг, что эту рацию может сдуть ветром сейчас. Ты серьезно? Как ты с ним разговариваешь? Это оки-токи. Это оки-токи. Продолжение следует... Мы находимся на гранд-токи. Мы требуем медицинских и медицинских и медицинских. Пожалуйста, отвечу. Пожалуйста, идите. Давай, давай. Это Лара Крофт. Это лара Крофт. Это лара Крофт. Это лара Крофт. Наталис 177-а. Мы сейчас настрелили на выстрел. Мы почти не дали нам, как мы. Мы. Мы получили твоего возраста. Мы с помощью его виду. Я смогу что-то сделать. Мы идем в твои дороги, а теперь... Лора Крофт, ты мой героиня! Эй, Рея просто разрушила смысл... Огонь... Фуэлли... Флэмы... Я могу сделать это. Ларочка может зажечь любую вечеринку, да? Как там? Ну, хорошо. Ну, поехали. Мне интересно, как она затормозит на этой дикой скорости. А, не, она не затормозит, она просто прыгнет на землю. Сломает себе в очередной раз две ноги, возможно, еще пару ребер, потому что она покатится по земле. Ну, как бы опять, ладно. Так... Так... Эх, так... Я смотрю, до сих пор он это... Бадунчик-то мучает. Патрончики у нас у Максимки. Да, иди сюда! О! Чего ты сделала? Ну... Немножечко. Если здесь работающий, блин, усилитель, приемник со времен войны, почему бы здесь не быть хоть одной рабочей гранати? Это, черта бери, военная база. Огнево. Ага, что, 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 что? Ты же не хочешь мне сказать, что ты хочешь подойти к этим штукам? Зажмите. А, теперь я не буду зависеть... Теперь я не буду зависеть от факелов, чтобы поджечь себе этот... Понятно. Оно ж быстро не поджигается, надо держать, чтобы оно... Ё-моё, валим отсюда! Успой, шаг! Ой, овца тупая. Серьезно. Ни шифта не было, ничего. Стоп, это Геркулес, AC-130. Но почему у него были выпущены шасси? Да, я понимаю, что он сейчас разобьется. Вы поленились нарисовать две модельки, одну с шасси, другую без шасси? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ов- Играет музыка Как надо убегать от поезда по рельсам, да? Все же, если на них наедет поезд, они же убегают от него четко по рельсам. Ни в коем случае нельзя повернуться как-то в сторону. Да, 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 да. К пилоту надо подойти, он обещал тебя спасать. Подойдешь к нему, он такой... Он такой... Ой, блин, я не это хотел. Ладно, пофиг. Он как-то разваливается. Ты что делаешь? О-моё, штыж! Ха-ха-ха, вот это неплохой кшунчик, кстати. Лишнее говорить о том, что она сейчас должна быть похожа на ёжика с этим миллионом щепок, которые торчат у неё в руках и плечах, потому что эти части тела никак не прикрыты. Но, в принципе, кшуни неплох. А ты стоишь и смотришь, как его убивают, да? Помочь? Нет. Я буду стоять и смотреть. Вот мне это нравится. Она подходит и просто смотрит. То есть, она стояла... Нет, он... Этот щитовик был спиной к ней. Она могла быстро выхватить в пистолет и такая... Тынь-дынь-дынь-дынь! Всё! Нет, блин, надо подойти и смотреть, пока убьют пилота. Его мы, кстати, облутать не можем. Спасибо. Вот. То есть, ты нарочно только что допустила, чтобы этого чувака убили. Лара, ответственно тебе заявляю, ты отстой. Между прочим, у нас 149 деталек опять. Ну, хорошо. Мы тут... Хотел сказать, мы тут лутанули, можно уходить. Но нет, тут есть ещё одна фигня. Которую мы можем вскрыть. Просто детали? Не знаю, не знаю. Спрыгни. Да вниз спрыгни. Что, тупая, что ли? Прости, дружище, играю за неадекватную дурёху, поэтому тебе ничем помочь не могу. Ну, с другой стороны, жаль тебя, конечно. Ты же не знал, к кому ты летишь. Так, кострище. О, кострище. Хорошо. Очень вовремя. Почему невозможно? Почему невозможно? Ну, ладно, ладно. Так вот, ребятушки. На этом мы, пожалуй, тогда эту серию и закончим. Познакомили нас со счетовиками. Познакомили нас ещё с парочкой интересных аспектов. Вот этот последний паркурчик был довольно неплох, скажу вам честно. Так вот, пожалуй, всё. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока что всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова